Мне кажется, что такая форма прямого взаимодействия с населением себя полностью оправдывает. Она дает возможность сверить наши управленческие решения, быть понятым напрямую друг с другом и избавить нас от толкования управленческих решений тем или другим человеком. Поэтому это напрямую встреча, я готов к диалогу. Я уверен, что системные наши встречи будут продолжены. Предлагаю никаким образом не лимитировать нашу регламент. Я думаю, что по мере удовлетворения общих вопросов мы сами поймем, когда надо заканчивать эту встречу. Формат общения открытый, время не лимитировано. Проводя в очередной раз такую встречу, мэр подчеркивает, он готов выслушать каждого, кто пришел со своим вопросом. Ведь то, что волнует кого-то одного, может сакцентировать на проблеме, актуально для широкой общественности. Брещангу Юлию интересовала тема создания новых детских садов. В районе улицы Героев обороны Брестской крепости, где проживает девушка, строятся новые дома. Жильцов, в том числе и маленьких, в скором времени существенно прибавится. В связи с застройкой жилыми домами микровойонок Героев обороны Брестской крепости, планируется ли строительство детского сада? Мы сделали шикарную пристройку на Дубровке. И стоимость этой пристройки, я даже запомнил, полейся жилстрой 1 миллион долларов. Для городской области, ну 2 миллиона городских рублей. Хорошая пристройка позволяет там где-то около сотни деток дополнительно взять. Поэтому мы предполагаем, что застройщик Брежев строй сделает такую же пристройку, по крайней мере, пока проедет к 20-му садику. Там 20-й, по-моему, садик, да? И эта проблема будет решена по садику. Дома по Героев обороны возводится неподалеку от одной из крупнейших дорожных развязок, второй очереди западного обхода. Объект – один из финансово затратных, но весьма важных проектов, входящих в план подготовки города к тысячелетию. Вокруг строительства транспортного узла нередко ходили разные слухи, которые вводили горожан в заблуждение. Сегодня городоначальник уверенно заявляет. Со временем люди ощутят, насколько нужным был этот объект. Возможно, по нему будет ходить и общественный транспорт. Эта идея пока рассматривается. Идёт нормальный абсолютно процесс, который уже приводит к конкретному результату. Объект очень нужный и, я повторюсь, ещё пока не оценённый. Горожанами. Думаю, что где-то к ноябрю месяцу мы все поймём, когда изменится трафик движения через центр города, прежде всего, экологическая составляющая, как следствие, будет тогда результат. Транспортные вопросы поступали Александру Рогачуку и через электронное обращение. В очередной раз была поднята тема развития троллейбусного движения в сторону Тельм. На данный момент установлены, знаете, опоры, которые позволяют делать там контактную сеть. Но мы от этого проекта отошли. Будем закупать соответствующие троллейбусы на комбинированной тяге. И думаю, что этот вариант в следующем году мы уже запустим. Беспокоятся горожане и о водном обеспечении города. Жители центральных районов упросили обратить внимание службы водоканала на качество воды, поступающей в дома. Этот вопрос был взят городоначальником на карандаш. Актуальной, по мнению Брещан, является и вопрос по оттоплению после сильных дождей. Как показал прошлый год, система ливневых стоков не всегда справлялась с сильным напором. Однако Александр Рогачук заверил, тема на контроле. Необходимое оборудование постепенно закупается. Будут разрабатываться дополнительные проекты, чтобы успешно противостоять стихии. Об этом рассказали специалисты водоканала. В данный момент сейчас ведется плановая прочистка ливневой тонализации по улице Боплавского. Мы недократно оказывали площадь в Площади Свободы, по Гоголя, очищали ливневую тонализацию. Ну, может, более подробно, но там не дают информацию какую-то по этому вопросу. Ну, ведем совместную работу. Работа участка по отлову, содержание бездомных животных, благоустройство территории при социально-педагогическом центре судьба домов по улице Кирпичной – камень преткновения. Тема была взята на особый контроль. Однако, кроме проблемных вопросов, в зале звучали благодарности. Последние несколько лет Брест заметно преобразился. Горожане это видят и ценят. В год тысячелетия работа по благоустройству продолжилась, и продлится она вплоть до торжественных мероприятий. Не секрет, что город уже принимает многочисленные подарки – новые арт-объекты, памятники, бюсты известных людей, чья судьба была связана с нашим городом. Тема «Новшись» также оказалась интересна. Стеллы и памятные знаки – неотъемлемый атрибут тысячелетнего города. Из зала прозвучил вопрос и о судьбе монумента на Партизанском проспекте. Помните, вот эти стеллы, их именами названы по улице Бреста, по улице Машера? Они сейчас демонтированы и готовятся, как говорится, к своей новой реинкарнации на одной улице нашего города. Но мы все время думаем, как бы это сделать, чтобы не забыть про другие герои. Как бы это сделать, чтобы это было адекватно и понимающе с точки зрения логистики движения туристических потоков. И мы пришли к выводу, что лучше мы пока чуть-чуть придержим этот вопрос. Хотя есть мысли по улице Зубачева, предположим, разместить эти стеллы, от Ленина и до Героя обороны. Есть мысли, но лучше пока чуть-чуть созреть к этой теме. То же самое и по Партизанскому проспекту. Та металлоконструкция, которая была раньше, мы очень боялись за счет своей парусности, чтобы она вообще на голову не упала по большому предсчету. И в принципе она была достаточно травмоопасна, с учетом того, что детки по ней, где вот эти были ниши, поднимались вверх и ее восстановление не может быть и речи. К каждому времени своя эстетика самовыражения, в том числе и героических моментов. Поэтому нам принято такое правильное решение на пересечении Партизанского проспекта и Орловской улицы у нас. Мы сделали такой мини-сквер за счет диагональной дорожки. Вот вы, наверное, знаете, о чем я говорю. И вот в этом мини-сквере что-то надо сделать. Важно сказать, что звучали в зале предложения, причем не просто инициативы. Люди были готовы включиться в работу, чтобы сделать быт в городе более комфортным. К такой теме можно отнести разработку разворота на Гузнянском мосту. Три с половиной часа, 78 вопросов и ни один не остался без конкретного ответа. Для более детального комментирования отдельных тем в зале присутствовали представители всех служб города. Ведь главная задача подобных открытых диалогов – выработать совместную стратегию работы представителей вертикали власти и горожан по развитию Бреста и его инфраструктуры. Были заданы также наболевшие вопросы и по детскому оборудованию, и по дворовым территориям, и, значит, по дорогам нашего города. Были высказаны благодарности. То есть, как и положено, разговор был конструктивным, интересным. Формат себя оправдывает. Как бы то ни было, стресс, проблем по городу всегда идет в живую, напрямую. И, мне кажется, это абсолютно приемлемая информация следующая встреча в конце года. Впечатления такие, что наш город полностью мобилизован на то, чтобы тысячелетие отпраздновать хорошо и дальше развивать наш город. Видите, опасения у людей, что после тысячелетия город прекратит свое развитие. Вот это меня немножко насторожило. Поэтому следующая встреча будет посвящена формированию нашей инвестиционной программы благоустройства на 2020 год. Люди должны понимать, что тысячелетия жизнь не заканчивается. Что темпы, которые мы набрали в вопросах благоустройства, в вопросах развития, должны быть продолжены дальше.